Внешнеэкономическое сотрудничество России и Ирана. Клещи в самом расцвете сил. Прогрессивная молодежь становится бизнесменами. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. 27 июля состояло заседание проектной сессии по обсуждению государственной программы Республики Татарстан. Программа научно-технологического развития Республики Татарстан. С участием экспертов Института стратегического лидерства. В состав участников проектной сессии вошли представители Республики Татарстан, а также эксперты Казанского федерального университета. Ключевыми темами для рассмотрения обсуждения стали стратегия научно-технологического развития Республики Татарстан и государственная программа научно-технологического развития Республики Татарстан. Сближение позиций России и Ирана набирает большие обороты. Какие решения на этот раз приняли главы государств, узнаете в сюжете. В последнее время происходит очень быстрое сближение позиций России и Ирана. Этому способствовали ряд политических встреч, состоявшихся в июле 2022 года. В рамках переговоров был принят ряд решений, в том числе разработка совместной межбанковской системы платежей, такой же как SWIFT. Этот вопрос стал актуальным после того, как Россия попала под санкции Евросоюза, введенные в ответ на военную операцию Российской Федерации на Украине. В марте 2022 года Россия ставила такой вопрос о том, что должна быть создана альтернативная система межбанковских платежей. Была начата разработка такой системы, и уже на том этапе, то есть в марте этого года, Иран высказывал свою заинтересованность в аналогичном проекте, поскольку Иран, мы знаем, тоже был подвергнут неоднократно западным санкциям, и Иран тоже заинтересован, чтобы такая система у него была. И поэтому сближение России и Ирана в этом направлении вообще вполне логично и вполне естественно. Обе стороны хотят заменить доллар США в международных операциях валютами своих стран. Для этого им необходимо иметь специальную систему, аналогичную SWIFT. Иранская и российская стороны представили по одному варианту такой системы. В настоящий момент они практически достигли неплохого соглашения, отталкиваясь от которого можно совершать валютные операции между государствами. Это приведет к большей независимости международных расчетов от контролируемых Европой и США систем платежа, в том числе к расширению возможностей для использования национальных валют в международных расчетах. Кроме того, заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари сообщил, что в Иране скоро должна быть запущена российская платежная система МИР. По его словам, он не знает, можно ли пользоваться картой в настоящее время, однако договоренности по внедрению отечественной системы между двумя странами уже есть. Международный обмен, международный трафик между Ираном и Россией не такой уж большой с точки зрения банковских переводов, я имею в виду частных банковских переводов или поездок частных между Россией и Ираном. Их не так много, но тем не менее это еще один шаг к распространению действия системы МИР в других странах, кроме России. Это еще один шаг к действительно международному использованию этой карты. И для России, и для Ирана важно, чтобы была возможность хорошего внешнеэкономического сотрудничества. Поэтому страны пытаются урегулировать систему расчетов между государствами и избежать вмешательств западных экономических ресурсов. Алина Красильникова, Универ Ньюз. Татарстанцев стали кусать клещи почти в два раза чаще. С чем связано нашествие паразитов и как уберечь себя от нежеланных укусов, смотрите далее. С начала эпидемического сезона 2022 года в больницы с укусом клещей обратились уже более 7 тысяч жителей Татарстана. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. К тому же это на 1,3 раза выше среднемноголетнего уровня. Укусы клещами зарегистрированы во всех муниципальных образованиях республики, кроме Апастовского района. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Казани, Набережных Челнах и Альметьевском районе. На эти территории приходится примерно половина всех случаев нападения клещей. Здесь, скорее всего, две причины. Первая – это то, что была холодная весна, май именно, который был больше похож на октябрь наш. И, соответственно, все это задержало выход клещей, поэтому у них произошла задержка. И, соответственно, увеличилось вот это количество выхода клещей в начале июня. Ну и второе – то, что большинство людей также никуда не уехало у нас из Казани, из России. Осталось здесь и в начале июня стало отдыхать за городом. Соответственно, количество укушенных тоже увеличилось. В Татарстане от клещей можно заразиться энцефалитом и боррелиозом, он же болезнь лайма. Оба этих заболевания страшны тем, что поражают центральную нервную систему. У них разные возбудители, разные симптомы. Но в обоих случаях все очень неприятно и опасно, вплоть до паралича. Энцефалит на территории Татарстана встречается в 30 районах из 45, а по боррелиозу эндемична вся республика. Можно ли обезопасить себя от клещей, применив бытовые способы борьбы? Или все же нужно прибегнуть к вакцине? Защититься от клещей можно, во-первых, есть аэрозоли достаточно хорошие, ну а второе, это соответствующие противоэнцефалитные костюмы. Либо, когда вы идете в лес, лучше заправлять брюки или штаны, значит, спортивные, в носки, носить одежду на молнии. Ну и прививаться, конечно, от энцефалита стоит тем людям, которые работают в местах, где эпидемиологическая обстановка очень сложная. Если вы постоянно находитесь в лесу, конечно, здесь необходима прививка. Ежегодно Роспотребнадзор утверждает список территорий, где будет проводиться противоклещевая обработка. Как правило, это общественное пространство, где бывает много людей. Специалисты, выждав благоприятную погоду, распыляют там химикаты, которые убивают клещей и их личинки. В этом году, по словам пресс-службы Роспотребнадзора, на территории республики было обработано 1821 гектар территории, что составляет 80,5% от плана. Карина Саяхова, Универньюс. Очередное заседание Совета директоров Татнефтехим Инвестхолдинг прошло сегодня в Доме правительства Республики Татарстан под председательством главы Республики Татарстан Рустама Мениханова. От Казанского федерального университета в работе заседания принимали участие исполняющие обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский, директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин и руководитель научно-исследовательской лаборатории перспективной углеродной наноматериалы Айрат Демеев. Казанский федеральный университет предложил создать в России импортозамещающее производство полупродуктов. Среди них хлор и уксусный ангидрид, уксусная кислота и полиуретаны. Айрат Демеев сообщил, что в Казанском федеральном университете ведутся исследования углеродных наноматериалов, разрабатываются полимерные композиты для использования в электронике, а также водородные топливные элементы и микроэлементные удобрения для растений. В айти-парке появился 12-летний резидент. О том, как шестиклассник стал бизнесменом, расскажет Алина Красильникова. В Казанском айти-парке появился самый молодой резидент. В возрасте 12 лет Таир Гатаулин разработал интернет-платформу для реализации молодежных проектов. Учник шестого класса рассказал, что проект давался ему непросто. С ранних лет Таир считал программирование сложным ремеслом, но это его не испугало, а наоборот сподвигло бросить себе вызов. Для меня вперед с 8 до 11 лет программирование было каким-то сложным, по моему мнению. Я там начинала с конструкторов сайтов по типу Wix, но сейчас уже начинаю активно изучать языки программирования, JavaScript и Python. Хочу написать что-то свое. В феврале 2022 года на итоговой коллегии Минэкономики Республики Татарстан Таир презентовал свою платформу Junior Invest президенту Татарстана Рустаму Миниханову. По ее итогам были даны поручения по поддержке проекта. Гатаулину выделили рабочее место в айти-парке с компьютером. Здесь он и занимается реализацией проекта «Раскрути свою идею». Мы как-то идею развивали, развивали. Я создал пробный сайт черновой, и на нем был весь функционал, что есть на нынешнем сайте. Потом же мы придумали идею о том, что можно сделать разносторонние разделы, и появились еще пять разделов помимо предпринимательства. Литература, бизнес, программирование, создание фото и видеоиллюстрации, и много-много прочего. Сейчас мы еще хотим создать примерно четыре-пять разделов, которые будут полезны для детей. За время воплощения проекта Таир разработал еще несколько идей. По его мнению, это поможет дальнейшему развитию платформы как самостоятельной единицы. На данный момент я создал еще две идеи для нашего проекта. Одна из них называется JuniorCoin. Это виртуальная валюта, которая будет находиться на нашем сайте. Это не крипта, это не что-то там еще по типу инофтишек. Эта валюта, грубо говоря, находится в нашей власти, но при этом дети могут ее получать. С момента создания сайта им воспользовались около 300 человек. Все заявки находятся на рассмотрении. И после прохождения отбора идеи будут выставлены на сайт, где их смогут оценить как частные инвесторы, так и государственные службы. Благодаря платформе JuniorInvest ребенок любого социального положения может заявить о себе и создать функционирующий бизнес так же, как это сделал Таир. Мы не говорим о деньгах, мы просто говорим, что есть мальчик, ему 11 лет, сейчас ему 12 лет, что в России любой ребенок может организовать свой бизнес. С помощью дедушки Таир смог получить грант на 5 миллионов рублей. Эти средства помогут продвигать платформу и проекты талантливых детей. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Руководитель научно-исследовательской лаборатории многофункциональной наноструктуры и кристаллы фотоники для решения фундаментальных задач биомедицины и материаловедения Института физики Казанского федерального университета кандидат физико-математических наук Максим Пудовкин стал победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение инициативных исследований молодыми учеными». Его проект «Исследование физических основ функционирования люминесцентных температурных сенсоров на основе нано- и микрочастиц фторидов, активированных ионами редкоземельных элементов с целью получения сенсоров с максимальными характеристиками поддержан грантом Российского научного фонда. Одна из главных задач реализуемого проекта – получение новых фундаментальных знаний о материалах». На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!